Хотите купить или продать предметы из Рокетлиги? Магазин logo.com поможет вам в этом. Различные декали, топперы, кейсы и многое другое на любые платформы вы можете найти на logo.com. При заказе введите промоход Hunter и вы получите персональную скидку 6%. Ссылка на магазин в описании. Всем доброго времени суток, друзья, с вами Хантер, и сегодня я представляю к вашему вниманию пилотный выпуск нового вида видео на моем канале, который называется «Новости Рокетлиги». В этих видео я буду искать какую-то информацию от разработчиков, а также и какие-то другие интересные новости и наработки других игроков. Что ж, поехали! Первая новость на сегодня для некоторых покажется грустной, но для большинства любителей ранговых игр окажется приятной. Речь идет о картах Wasteland и Starbase. Их постигнет та же участь, что и карту Neo Tokyo. Как вы помните, на Neo Tokyo убрали бортики, превратив ее в обычную карту. Wasteland и Starbase тоже передадут картоправам и сделают из них привычные всем по формам карты. Для меня эта новость исключительно положительная, ибо я считаю, что если и вводить какие-то необычные карты, то надо сопровождать их каким-то интересным режимом игры. Например, думаю, разработчики бы вполне могли сделать лавовую карту и добавить какой-нибудь фановый режим в игру. К примеру, 10 игроков по 5 раундов. По-моему, сделать это крайне несложно, но я не разработчик, поэтому это лишь мои пожелания. Что ж, переходим ко второй новости. В осеннем обновлении разработчики, помимо обновленных Wasteland и Starbase, введут долгожданные прозрачные стены ворот. Наверняка у каждого была такая ситуация, когда вы стоите внутри ворот, мяч катится откуда-нибудь справа или летит сверху, и вам попросту его не видно. С обновлением таких проблем больше не будет. Однако сообщается, что для ценителей классики в меню будет кнопка отключения этого нововведения. Что ж, лично и про себя могу сказать, что мне это очень нравится, и я очень жду этого обновления. На мой взгляд, это очередной шаг от Psyonix на пути к идеализации нашей с вами любимой игры. Следующая новость касается киберспорта. Подходит к концу турнира Universal Open Rocket League. Гранд-финалы, на которых лучшие 2 на 2 команды поборются за приз в 100 тысяч долларов, состоятся уже 27 августа. Смотреть их в нашем регионе по-прежнему не очень удобно, так как старт первой трансляции состоится в ночь субботы на воскресенье в 2 часа ночи по Москве. Однако, вечером того же дня состоится вторая трансляция, на которую большинство из нас уже смогут попасть. Она начнется в 23.30 по МСК. Ну и конечно напоминаю, что за просмотр этой трансляции, если вы подключили свой твич аккаунт к своему игровому аккаунту на сайте rewards.rocketleague.com, то вы имеете шанс на получение эксклюзивных наград. Желаю вам в этом удачи. И вновь очередной анонс турнира от разработчиков. На этот раз это коллегиональная Rocket League, или в сокращении CRL. Турнир организован для студентов колледжей Северной Америки и дает им шанс побороться за 50 тысяч долларов, а также за различные мерчи от нового бренда CRL. Думаю, что всеми любимые rewards также будут выдаваться за просмотр этих трансляций. Ну и последняя новость на сегодня, друзья. В очередной раз компанией Psyonix был нанесен удар по сердечку ПК Бояр. На этот раз разработчики анонсировали целых три эксклюзивных машинки к выходу Rocket League на Nintendo Switch. Две машинки сделаны по серии Mario, они отличаются только внешним видом друг от друга, а третья по игре Metroid. Что ж, как владелец ПК могу только всплакнуть. Ну а это все новости на сегодня. Надеюсь, что вам понравился такой формат видео и вы поддержите его лайками. Подписывайтесь на канал и не пропустите новых выпусков новостей Rocket League. Всем удачи и пока!